Вы знаете, я очень не люблю слов «гениальный», «великий», «выдающийся», но Алексей Балабанов, кинорежиссер, я думаю, что какой-то из этих трех эпитетов к нему наверняка применим. Встреча с Алексеем Балабановым стала для вас значимой, этапной? Биографичной. Биографичной? Да. Это не знак, это даже не символ. Судьбоносная, может быть. Судьба. И такая судьба, что я об этом рассказывал и буду рассказывать. Потому что я дожил до таких мыслей, что я могу гордиться, что в моей жизни в Орехозуевском мальчике Вите Сухорукове, пройдя определенный путь до Виктора Ивановича, кто первый назвал, не знаю, до народного артиста, луреата, вся стена мебели меньше, чем призов, вдруг у меня есть мое богатство имена. И среди них Алексей Балабанов. Это величина мирового масштаба. Его и в Америке знают, и в Европе знают. Это великий режиссер, который сегодня, наверное, избрал мрачный путь в своем творчестве. И тем самым вызывает и раздражение, и отторжение, или еще даже не рукопожатие какое-то на то, что это гениальный режиссер своего времени. И представляете, перед вами сидит герой его дебютного фильма. Представьте себе, много вопросов, как случилось, как произошло, вопросов об удаче, о успехе, о каких-то там случаях жизни. Сегодня я редко называю вещи случаями. Только слово «чудо», только слово «счастье», только слово «судьба». Так вот, что такое вдруг меня приглашает на главную роль в фильме «Бакенбарды»? И я в конце концов, потому что я долго отказывался, я согласился. И если бы я не сыграл эту роль и не озвучивал себя в студии, и после этого в пять часов вечера я шел по вестибюлю Мосфильма «Домой», вдруг Бельская в замужестве Сухорукова уехала в Израиль. Поманила меня пальчиком к какому-то парню с короткой стрижкой, похожего на ежика, с глазами пуговки, как пуговки. Такой растерянный сидел парень. А это был Леша Балабанов. Он до этого испробовал на главную роль своего нового дебютантского фильма по мотивам Беккета «Счастливые дни» – «Happy Days». Он перепробовал семь актеров, лучших в то время молодых актеров Ленинграда. И все чем-то был недоволен. Он дает мне сценарий, я его прочитал, ничего не понял. Ну, абсурд, театр абсурда. И я ему так и сказал, говорю, какая-то херня, я ничего не понял. Ну, что-то меня зацепило и закололо. И на пробах он меня утвердил. И вот были счастливые дни, был замок, потом будет брат, потом мы будем жить вместе в одной коммунальной квартире, потом я ставлю ему комнату, а он купит мне однокомнатную квартиру на Лиговке. Да, потом будет брат-два, и вдруг… Про родовый людей. Про родовый людей – это шедевр, который состоялся между братом и брата-два. И вот вам история. Думаю, он не обидится, потому что эта история реальная. Он написал сценарий сам. Ехать никак нельзя. Это и будет про родовый людей. И когда он выиграет какой-то транш, гранш, какую-то премию, поддержку для нового фильма, за фильм «Замок», и он принесет сценарий «Ехать никак нельзя», то бишь про родов людей, они прочтут в комиссии и говорят, это порнография, мы на это тебе поддержку не дадим, давай другой сценарий. И тогда он сказал, черт с вами, сам заработаю. Обиделся Леша Балабанов за свой сценарий. И он пишет сценарий «Брат». И как сошлись звезды, что он на кинотавре встречает Сережку Бодрова с фильмом «Кавказский пленник». Он зовет его на разговор и говорит, есть у меня сценарий, ты мне нужен, пойдем. Он говорит, согласен. И снимает фильм «Брат», чтобы заработать денег для фильма артхаусного про уродов людей. Потрясающе. Как он угадал, что он действительно будет кассовым. И он делает, на мой взгляд, уникальный фильм «Брат», потому что я сегодня, который раз говорю, по фильму «Брат» 97-го года можно рассказывать поколениям о времени, о Ленинграде, о том периоде жизни России по фильму «Брат». Для меня вообще знаковые картины. Я их обожаю. Я их могу смотреть бесконечно. С любого момента. Начинать и смотреть. В чем, на ваш взгляд, магия этих картин? Потому что «Брат 2» не хуже «Брата», я считаю. И тем не менее, для меня, зная мощь Балабанова, почувствовав, как он видит мир, как он его слышит, как он его понимает, как он его грызет, этот мир, для меня «Брат», конечно, помощнее, помасштабней. А, как я говорю, «Брат 2» — это шлягерней. В чем магия этих картин? Почему от них не хочется отрываться? Не знаю. Это и есть загадка художника? Наверное. Я не знаю, потому что постоянно мне задают такой вопрос, и каждый раз у меня есть разные ответы. Там совпало очень многое. Звезды сошли. Да. Но самое удивительное, там, видимо, что-то есть такое, что до сих пор передает эстафету из одного года в другой, из одного десятилетия в другой. Горжусь, хотя боялся синдрома ихтиандра с самого начала, когда стал набирать обороты в кинематографе, я боялся синдрома ихтиандра, синдрома Ирлица, синдрома Шурика, синдрома Сухова, белый солнце в пустыне, то есть синдром одной роли. Хотя ничего плохого в этом нет. Конечно. И когда роль моего Вити Багрова, «Брат 2», и это действительно подбросило меня и в популярности, и в узнавании, и востребованности, я испугался, что я на этом и закончу свою кинокарьеру. Нет, я успокоился только потому, что после «Брата 2» началась новая у меня полоса творческая, где я сыграл и монаха, и царя Павла Первого. То есть огромная обойма. И встреча с Говорухиным, где... Четыре картины. По Дудинцеву, да. Четыре картины. По Дудинцеву, не хлебом единым. Плохой прокат был, но история-то великолепная. Змандяй такой. Это Леша писал. И когда Сережа Маковецкий попросил, полушутя полусерьезно, отдай мне эту роль, он же просил у Балабанова мою роль в «Брате 2». Да, что ли? Да, и Леша говорит, как ты себе это представляешь, когда это брат. А давай мы его убьем. Давай мы что-нибудь с ним сделаем. А я приду и скажу, а я друг твоего брата. И вот буду играть вместо Сухорубкова.